Дорогие друзья, здравствуйте! В Европе накануне Рождества традиционно выпекают печенье в виде полумесяца. В Чехии такое печенье называют ванилковые рохлечки. Еще в XIX веке печеньем украшали елки на радость детям. Но любят его не только детки, но и взрослые. Аромат печенья придает дополнительную радостную атмосферу в предвкушении новогодних праздников. А печь печенье не очень сложно, с ним справится даже любая хозяйка. И я вам сегодня предлагаю его испечь. Смешиваем с вами просеянную муку. Кладем масло. Туда же отправляем наш сахар. И орехи. И все это смешиваем миксером. Вот такое тесто у нас получилось. Забыла вам сказать, что масло надо вытащить предварительно из холодильника. В идеале, если это будет накануне, вечером. Ну и теперь нам тесто надо охладить. Для этого мы его переложим в полиэтилен. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот таким образом завернем и оставим в холодильнике на 2-3 часа. Но идеально будет, если его оставить на ночь, а выпекать уже на следующий день. Итак, вот такое тесто у нас получилось. Оно уже охладилось. И можно из него выпекать рохлечки. Давайте его разделим на части. Это отложим в сторону. Посыпем мукой стол. Ну и небольшое количество, чтобы легко было работать. Теперь наша задача скатать из теста трубочки. Вот таким вот образом. Это, в общем, самый единственный трудоемкий процесс. Потому что тесто мягкое и холодное. Поэтому оно не так эластичное. Но надо так вот не спеша, потихонечку делать эту трубочку. И обязательно у вас все получится. Вот, собственно, такая трубочка получилась. Теперь мы ее нарезаем на вот такие вот части. И формируем рохлечки в виде полумесяца. Вот, что у вас должно получиться. Вообще рецептов изготовления рохлечков и технологий изготовления много. И разные хозяйки будут говорить о том, что их рецепт он самый правильный. Но кому как нравится. Кто добавляет какие орехи. Можно в тесто еще добавлять. Есть рецепт, когда добавляют яйца. Ну, мы любим вот так просто без яиц. Только мука, орехи, масло и сахар. Ну, вот так вот надо все тесто сформировать из него такие полумесяцы. Чтобы тесто не согревалось, пока вы лепите, то часть теста можно убрать в холодильник. Ну и пока вы готовите, делаете печенье. Тем временем можно включить уже духовку, чтобы она разогревалась до 170 градусов. И так вот, что у нас с вами должно получиться. И мы отправляем наши печеньки на 10-15 минут в духовку. Но что важно, надо обязательно следить, чтобы они не подгорели. Ванилковые рухлечки не должны быть слишком темными. То есть, как только печенье уже готово, вот сразу его надо доставать из духовки. Вот такое замечательное печенье у нас получилось. И посмотрите, какого оно цвета. То, что я имела в виду, что оно не должно быть сильно поджаристое. Вот буквально чуть-чуть стала подрумяниваться нижняя часть. И все, печенье готово. Вот если я его сейчас разломлю, и вам будет видно, что в серединке оно пропеченное. Осталось его посыпать сахарной пудрой. И печенье готово. Посыпать сахарной пудрой печенье надо пока оно еще горячее. И сахарной пудры для этого надо много, не жалеть. Видите, как я обильно посыпала. Тогда оно будет как настоящее чешское рождественское печенье. Желаю вам приготовить такое печенье и порадовать своих близких. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова